здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу представить вашему вниманию мангальную зону под навесом своими руками с нынешними ценами такие проекты это очень дорогое удовольствие но несмотря на это все же удалось вложиться в минимальный бюджет как удалось все размеры весь процесс изготовления смотрите не переключая погнали на мой взгляд для небольшого навеса под мангальную зону самая удобная разметка для опор в виде роднобедренной трапеции выкапываю ямки под железные столбы глубиной около полуметра и заливаю бетоном вы когда-нибудь замечали что на многих дачах есть старые большие емкости под воду как это которые уже давно не заполняются до полна такую я приметил у тещи на даче и немного укоротила ее во благо себе так мне удалось немало сэкономить на листовом материале толщиной 4 миллиметра рекомендую не нарушать технику безопасности как я работать с таким инструментом нужно только в спецодежде несмотря на жаркую погоду процесс изготовления печи напомнил мне бумажную поделку только листы здесь металлические вместо ножниц болгарка а вместо клея сварка кому интересно все размеры будут предоставлены по сценарию чуть позже всегда мечтал о мангале с регулировкой высоты дна так как часто приходилось проблемно дожаривать какие-нибудь овощи на последних углях рискнуть для этого использовать старый домкрат надеюсь что заклинивание не будет при подъеме не ожидал что болгаркой можно вырезать без проблем окружность но получилось как всегда легче чем кажется даже вырезая малый круг а Для того, чтобы обездвижить всю мебель, прежде чем залить пол, я нарезаю ножки для стола и лавки, я нужной длины и устанавливаю их на свои места. Так как нагрузки на площадку большой не будет, не заморачиваюсь насчет качества. Убрал дерн, насыпал песка и залил все цементным песчаным раствором, потратив всего пару мешков цемента. Просчет в том, что при входе, наступая на край, он может отломиться. Нужно было либо делать какой-то бордюр, либо армировать края. В случае, когда можно убить двух зайцев, это съездить пару раз в жаркий день и скупнуться на речку и прихватить с собой оттуда камней. Это еще один серьезный момент экономии на материалах. Пока углублял камни, тут же пришла идея выделить центральную зону, а в местах под мебелью и мангалом попробовать сделать оригинальный рисунок. После того, как раствор хорошо застыл, очищаю все камни, шпателем и кистью. А после полного высыхания придаю камням мокрый эффект, нанося на них лак. Еще раз убеждаюсь, что струбцины это вторые руки, поэтому второй человек не нужен, чтобы придерживать. Выставляю в уровень задней и передней столбы, формирую удобную высоту и скат крыши. Использую материал тот, который есть. Это сваренные между собой уголки и швеллера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это остатки террасной доски и их придется склеить между собой. Если вам интересно, как это легко сделать, ссылку на видео оставляю в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Если кому-то пригодится, то вот размеры, как обещал. Как вы уже поняли, почти все материалы у меня БУ. Многие даже достались даром. На весь проект ушло примерно 10 тысяч рублей. К сожалению, это единственный способ сделать красиво и бюджетно. Потому что делать из новых материалов это дорого, а готовые такие проекты от 100 тысяч и выше. Если честно, это незаконченный мой проект. Я планировал сделать еще как минимум крышку для мангала. Поэтому буду рад, если вы предложите мне свои идеи. Что можно еще добавить сюда? Также пишите свои мнения, спрашивайте, оценивайте лайками и дизлайками. Это замотивирует меня делать контент лучше. Всем спасибо.